Книгу «Потомству в пример» о боях на Дальнем Востоке во время Второй мировой Нина Крутовская написала на основе собственной биографии. Всю войну женщина прослужила медсестрой, а после 9 мая ее перебросили в Уссурийск, где в это время шли решающие сражения. Мы были уверены, что скоро война кончится, и мы, несмотря на это, разбили Квантунскую армию, которая была самой сильной армией Квантунской Японии во всем мире. Ветеранам военно-морского флота книга пришлась по душе. Говорят, что про войну нужно рассказывать из поколения в поколение, иначе мы не вырастим молодежь, способную защищать Родину. Все эти традиции, которые существовали в нашем государстве, в том числе и в плане защиты Отечества, они должны передаваться из поколения в поколение. Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года. Именно этот день считается завершением Второй мировой войны. Ветеранов-дальневосточников в Самаре чествуют всю неделю. 2 сентября у нас проходило торжественное мероприятие, но мы дали ветеранам немножко вздохнуть, потому что прийти в себя, потому что категория достаточно сложная, и уже люди возрастные. Поэтому мы ровно через неделю собрались вот в этом зале для того, чтобы почествовать наших ветеранов, которые принимали участие как дальневосточники. Представители Департамента соцзащиты вручили ветеранам благодарственные письма, дипломы и памятные подарки. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События.